Проспект Победы в очередной раз не выдержал испытаний водой. На пересечении с улицей 15 лет октября после ночного дождя образовался водоем, который стал труднопреодолимым препятствием. Почему тонет одна из центральных оживленных магистралей города и как жители Твери пробираются сквозь дебри воды и грязи в следующем сюжете. Подвернуть брюки и вброд по подводному пешеходному переходу. Это вариант, пожалуй, для самых отчаянных граждан. Холодно, риск простудиться. Все это спешащие по своим делам горожане понимают и принимают. Другого способа попасть домой или на работу попросту нет. Я спешу на работу. А пойти не пожаловать? Ну а что делать? Мне надо как-то идти. Можно пойти в обход, а это не близкий путь, практически целая остановка. Поэтому и приходится рисковать здоровьем и обувью. Для пожилых людей подвернуть брюки и шагать по воде вариант явно не подходит. Поэтому переполненным негодованием пенсионерам приходится все же искать альтернативные пешие пути. А я не знаю, как. Как это делать? На лодке? Я, наверное, туда пойду. На волоколамку. На выходе из автобуса пассажиров тоже встречает вода. Кому-то удается выпрыгнуть, кому-то перешагнуть. Кто не владеет навыками акробатики, жертвуют ботинками. Знающие граждане уже к непогоде готовы. Прежде чем отправиться в путь, оснащаются резиновыми сапогами и делятся лайфхаками с остальными прохожими. Вот сапоги одел, так и пойду. Здравствуйте, чувак. А вы здесь всегда сапога творите? Нет, не всегда. Вот именно когда вот такой разлив. Уже знаешь, что будет. А сегодня вы уже подготовились? Конечно. Так я здесь работаю, каждый день хожу. Образовавшиеся озеро испытаний не только для людей, но и для железных коней. Борозья простора дождевой воды, автомобили теряют запчасти. Оторваны решетки, колпаки от колес, автомобильные номера. Все в итоге оказывается на дне импровизированного водоема. Впрочем, это стандартная ситуация для проспекта Победы. Подтопление здесь наблюдается на протяжении многих лет из-за неисправности ливневой канализации. Водители надеялись, что после ремонта в прошлом году ситуация изменится в лучшую сторону. Но чудо так и не случилось. Городские власти решили бороться с восточными водами по старинке. Ждать, когда она сама будет уходить и откачивать. При службе администрации Твери пояснили, что в ночь на 26 августа выпало 15% месячной нормы осадков. Традиционно вода гнойной занозой засела в самых наболевших местах. Проспекте Победы, улица 15 лет Октября, а также Венецианский канал превратилось сегодня в Южное кольцо. Кольцо, ребят, Южный. Буроход. Вода уходит в сети ливневой канализации самотеком. Однако из-за недостаточной мощности сетей это происходит недостаточно быстро. Мубжек продолжает работу. В плановом режиме производится откачка крупных луж. В первую очередь на территориях учреждений и социальной сферы. Резюмировали в администрации города. По сообщению городских властей, лососные машины за утро 26 августа откачали с Тверских улиц 220 кубометров воды.